Прожив даже короткую часть жизни, люди постепенно осознают, что многое в их жизни происходит совершенно не так, как они того хотели. Их первоначальные планы сталкиваются с многочисленными препятствиями и обстоятельствами, в результате планы оказываются нереализованными. Вы чувствуете стороннее насилие над собственной личностью, но ничего не можете с этим поделать. Почему так происходит? Как достичь именно того, чего вы хотели? Как неуклонно идти своей дорогой, не свернув на путь, который вам навязывают? Прежде всего, следует сказать, что в нашем нестабильном мире человек всеми доступными ему способами пытается выжить, при этом еще и получить максимум доступных ему удовольствий. Чтобы уберечь личность от всевозможных опасностей, природа создала в нашей психике чувство страха. Конечно, страх часто выручает нас, позволяя избегать опасностей, но в то же время страх сковывает нашу инициативу, заставляя нас делать то, что нам абсолютно чуждо. Например, вы терпите на работе неуважительные отношения начальника, потому что боитесь потерять работу и остаться без средств. По той же причине вы соглашаетесь работать по 10-12 часов, хотя такая работа быстро разрушает ваше здоровье. Но потеряв здоровье, вы вообще не сможете ничего заработать, поэтому нужно выбирать то, что более ценно. Страх быть жестоко наказанным или боязнь безысходности полунической жизни заставляет вас идти воевать, хотя в душе вы мирный человек и любые проявления агрессии вам совершенно чужды. Нужно ли говорить о том, что последствия участия в войне могут быть намного страшнее, чем то, чего первоначально боялся Рекрут? Руководители предприятий и государства умело манипулируют нами, давя на нашу извечную слабость – страх. А любая неправдивая информация, в том числе реклама и пропаганда, направлены на то, чтобы нас обмануть, одурманить, использовать нас в чужих прагматичных целях. Манипуляторам мы нужны лишь пока мы живы и трудоспособны, они не заботятся о нашем счастье, а не заботятся о себе. Изощренное давление на нашу психику приводит к тому, что мы не можем реализовать свои природные наклонности, живем чужой, навязанной нам жизнью. Из-за этого мы не можем быть по-настоящему счастливы. Не можем, потому что идти наперекор общепринятым, хотя и неправильным установкам, страшно. Мы сразу начинаем думать, к чему приведет наше несогласие – к увольнению, к тюремному заключению, к осуждению окружающих нас людей. Уточню тех людей, которые, не имея собственного мнения, поступают так, как их кто-то настроил. Идти наперекор тому, чего от вас хотят другие, действительно трудно. Но если вы хотите сами строить свою судьбу, это необходимо делать. Например, отказавшись от непосильной для вас работы, вы получите меньше денег, но вы захраните бесценный дар природы – свое здоровье. Ведь, потратив здоровье, вы вообще перестанете кого-либо интересовать на рынке труда, не сможете тогда и собственным делом заниматься. Если вы откажетесь участвовать в чрезвычайно опасных для жизни мероприятиях, то вы сохраните еще более ценный дар – собственную жизнь. И в конечном итоге, ваши личные утраты будут намного меньшими, чем те, которые вас сейчас пугают. У многих людей общественное порицание беспокоит даже больше, чем физическое насилие над ними. При этом нужно просто понять, что осуждение ваших поступков – это тоже насилие над вашей личностью. Это насилие над вашими мыслями, устремлениями, насилие над тем, что вам дорого, что для вас более ценно. Следование по собственному пути невозможно без внутренней борьбы, борьбы с самим собою. Сначала научитесь действовать по-своему, начните с мелочей. Приучите себя всегда задумываться над тем, хочу ли я сделать то, чего от меня хотят, пойдет ли это мне на пользу. Если вы чувствуете, что вас бессовестно используют, нужно противостоять таким попыткам. Такое противостояние не всегда может быть явным и активным. Тихое и неявное сопротивление тоже приносит неплохой результат. Вы сами должны решить, каким действием готовы. Вам не обязательно с кем-то ссориться, выходить на митинги или бастовать. Просто старайтесь всячески избегать того, что вам лично не нужно. Советую также до минимума ограничить просмотр новостей. Лучше их вообще не смотреть, ведь там ничего хорошего, кроме очередных страхов, не расскажут. К чему вам подпитывать негативом свои собственные страхи? Страхи, которые осковывают вашу свободу действий, можно побороть, проанализировав все плюсы и минусы различных вариантов поступков. Поступайте так, как выгодно вам, а не кому-то другому. Имейте в виду, что ни одно из решений не бывает позитивным на 100%. В любом случае всегда что-то теряешь, но лучше потерять менее важное, сохранив то, что важнее. Избегайте мест, где вашу волю намеренно подавляют. По возможности избегайте общения с подавляющими вас людьми. В то же время гоните прочь от себя все панические мысли. Излишняя тревожность вас не спасет, но может основательно вашу жизнь испортить. От того, будете ли вы переживать или нет, по большому счету ничего не изменится. То, на что вы не можете повлиять, нужно просто отпустить. Как будет, так и будет. Однако помните, что даже слабый, нормальный человек достоин уважения. Если вас кто-то не уважает, значит уважение не достоин именно он. Старайтесь быть сильнее, научитесь себя любить и уважать. Внушите себе, что вы бесценная личность, достойная любви и уважения. Человек, который себя уважает, заметит. Низкие люди таких сами боятся. Для того, чтобы различные страхи меньше влияют на вашу жизнь, развивайте себя. Старайтесь черпать сведения о мире из разных источников, а не из тех, которые вам специально навязывают. Всегда анализируйте полученную информацию на предмет того, не пытаются ли вами манипулировать. Чем больше знаний и навыков вы получите, чем больше у вас выбор, тем шире пространство для маневров. Конечно, можно совсем смириться и тупо делать то, что от вас кто-то требует. Для бизнес-инициативных людей так проще. Но это будет не ваш выбор, это будет не та жизнь, которую вы хотели. Пока вы обслуживаете чьи-то корыстные интересы, уходят ваши лучшие годы. Не стоит забывать, что каждое индивидуальное сознание живет лишь одной жизнью. Ведь пока не существует реальных доказательств воскресения после смерти. То, как вы проживете свою жизнь, зависит прежде всего от вас.